Час работы и 100 тысяч рублей. Это не заработок, а возможная сумма штрафов. Их сотрудники Роспотребнадзора продолжают выписывать тем, кто забыл надеть маску. У нас была проверка, мы проходили ее очень хорошо, и без вот этого шоу. За несоблюдение антиковидных мер магазинам могут выписать два штрафа. На физических лиц, иными словами, кассиров или продавцов, и ЭП, руководство организации. Последних накажут, если в магазине нет разметки на полу, рециркуляторов воздуха и антисептиков. Надетая же маска на нос или подбородок – зона личной ответственности. Вы надеваете маску, потому что это безопасно или потому что вынуждено? Это безопасно, я думаю. Почему не считаете, что это важно? Я выполню просто законность. Вас заставили? Видимо, скорее всего, заставили. Проверка идет под прикрытием. Если антиковидные меры соблюдены, продавцы, как здесь, не узнают, кто был их клиент. Сотрудники Роспотребнадзора тут же идут дальше. На рабочем месте маски не закрывают органы дыхания. Ну почему? Ну потому что очки запотевают. Я и так без конца ее не снимаю. Это всегда на мне. После был побег. Его предотвратила полиция. Здесь протокол выписали дважды и женщине, и владельцу. Среди коробок затерялся антисептик, а разметка на полу стерлась. К слову, продавцы рассказали нам, что работать сейчас совсем непросто. Плохо становится, не знаю, голова кружится. Бывает. И включаем, чтобы освежить воздух. И двери открываем, потому что это невозможно. Вы понимаете, что это... Это я понимаю, что это защита, но очень тяжело. Почему на кассиров выписывается штраф как на физическое лицо? Потому что масочный режим соблюдать должны обязаны граждане и работники предприятий, организаций. Недельные предприниматели чаще всего предупреждают о административной ответственности за данные нарушения. Так или иначе, штрафы выписывают ежедневно. Проверки идут в магазинах, торговых центрах и общественном транспорте. Цели заработать нет, говорят проверяющие. Важно лишь одно – сохранить здоровье граждан. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.